Пожалуйста, садитесь. Уважаемые друзья, коллеги и гости, которые пришли. Сегодня у нас волнительный и необычный день. Сегодня к нам приехал наш выпускник Владимир Евгеньевич Фортов 1968 года. Правильно? Одно тысяча. Одно тысяча девятьсот шестьдесят восьмого года. И он является, прежде чем кандидатом на пост президента Российской Академии Наук, он является нашим заведующим кафедрой, он является членом нашего наблюдательного совета, но, конечно же, прежде всего он является нашим выпускником, отличником с красным дипломом. Правда, несколько раз его пытались отчислить из института, но не за учебные дела, а за его энергию, по-моему. И Владимир Евгеньевич, недавно, это было в середине апреля, ему была присуждена премия «Глобальная энергия». С чем, Владимир Евгеньевич, хочу еще раз вас поздравить от всего нашего коллектива. Когда Владимир Евгеньевич позвонил и сказал, что хотел бы приехать на физтех, вот именно в это время, конечно же, это событие носит такой предвыборный оттенок однозначно, но в этом плане он сюда, наверное, приехал больше не для того, а больше все-таки, чтобы посещение Альма-Матер, как всегда, дает внутреннюю энергию, приехал получить нашу поддержку. И, наверное, так я, по крайней мере, это знаю, он хотел бы услышать от всех нас то, что нас волнует в развитии науки, образования, в развитии академии. И с тем, чтобы, так сказать, возможно, возможно, это и очень хотелось бы того, чтобы это было, воплотилось уже в дальнейших делах, которые можно было бы на благо, так сказать, нашей науки, образования потом совершить. Поэтому у нас будет совершенно свободная дискуссия. Каждый из вас сможет, ну, и пожелания эти сказать, и задать вопросы. И вы будете чувствовать себя, должны чувствовать очень свободно просто поднятие руки. Я буду только так немножко очередной, чтобы, так сказать, если рук будет много как-то обозначать, можете спросить все, вне зависимости от вашего пола, званий и так далее и тому подобное. Вот. А сейчас я все-таки хочу, чтобы Вадим Евгеньевич, так сказать, пару слов сказал аудитории, которая его горячо любит и поддерживает. Николай Николаевич, большое спасибо. Дорогие друзья, я от вас не скрою, что для меня очень волнительно быть здесь, и не только потому, что это как бы движение во времени в обратном направлении, в юность моей, да, но и потому, что сегодня я считаю, что физтех является решением очень многих проблем, которые сегодня пытаются навязать нашей науке, нашему образованию. Я уверен, и вот всю свою жизнь я считал и считаю, что та модель физтеха, которая реализована здесь у нас, в Долгопрудном, вот, это является эталонная модель. Это модель, которая открывает действительно интересные перспективы для науки, и она является уникальной. И вот сегодня, когда очень много говорят о том, что давайте сделаем университеты там федеральные, давайте сделаем одно, второе, третье, то забывают на самом деле простую вещь. Эта простая вещь считает, что вот физтех был создан, и он дает то, что только может дать соединение образования и науки. Вот это я хотел бы очень как-то подчеркнуть, потому что люди пытаются избрести велосипед, люди пытаются получить ответы на те вопросы, которые вот здесь, в этой аудитории, в этом здании уже даны самой историей и нашими предшественниками. На самом деле, вот, когда смотришь на развитие физтеха, то поражаешься двум вещам. По крайней мере, я вот так могу сказать. Первое, поражаешься тому, как, в общем, просто, да, сконструирован физтех, вот, и как эффективно он работает теперь. Вот, и это очень современно сегодня, потому что сегодня вот две трети всех знаний, которые имеет человечество сегодня, да, вот оно было получено в течение жизни одного поколения. И вот с этим объемом информации, вот, нужно как-то разбираться и понимать, что старые модели обучения, они абсолютно неприемлемы. Ну, например, вот нас учили лампам вакуумным. Вот, сейчас, пожалуй, ни одной лампы вы не найдете нигде. Вот, вы же знаете, что наш физтех сначала открывали, потом закрывали, потом снова открывали. При этом просто перечисление подковерных шагов, которые были сделаны, вот, оно, ну, поражает. Вот, как люди боролись, казалось бы, с хорошей, здоровой идеей. И вот то, что люди, которые организовывали нашу науку, а мы должны, вот, поблагодарить отцов-основателей физтеха, вот, проявили настойчивость и проявили, так сказать, мужество в том, чтобы отстоять, вот, каталось бы очевидные вещи. Вот, мне кажется, что это тоже современно, потому что вот сегодня нам приходится сталкиваться с какими-то решениями, предложениями, которые исходят от бюрократических структур и от людей, в общем, никогда около науки-то не стоявших и не занимавшихся наукой. Вот, эти идеи, которые оказываются чудовищными, и одна из задач, вот, тех людей, которые сейчас работают в науке, особенно, вот, в руководстве науки, вот, быть настойчивыми в борьбе с этими людьми, как ни странно. Ну, я могу привести пример, вот, например, то, что творится сейчас с высшей администрационной комиссией или с аспирантурой. Ведь, вот, сгенерировали закон, по которому, если человеку очень сильно повезет, то он раньше 33-х лет не сможет стать кандидатом наук. И же додуматься надо, понимаете? Вот, во всяком случае, вот, я, когда приезжаю в физтех, а я довольно часто тут бываю, потому что, в общем, вся моя, как бы, жизнь прошла в этой дельте-окрестности. Вот, я набираюсь какого-то, ну, положительного такого впечатления. И я должен сказать уже молодым людям, вот, которые здесь, значит, присутствуют, что вы должны точно и ясно понимать, что физтех — это Эверест. И вот, когда я попал первый раз, я попал из ящика, у меня, значит, специальность была аэрофизика и космические исследования. И почтовый ящик Г-1027, который потом назывался не один, а потом назывался сейчас «Центр имени Келдыша», очень секретный институт, база очень секретная. И там были такие исследования по газофазному ядерному ракетному двигателю. Это с двумя буквами, конечно, вся тематика сначала до конца, вот. И надежды на то, что когда-то, так сказать, мы будем за границей, я имею в виду студенты наши, вот многие из моей группы сидят здесь, вот, не было вообще никакой. Вот меня потрясло то, что когда я попал, надо сказать, случайно я попал за границей, вот, я не должен был тогда попадать, да еще в Америку сразу, вот, вот, я поразил, что на самом деле нашего образования более чем достаточно, чтобы общаться с корифеями американскими. Вот, понимаете, я, ну, со свойственной, я был на конференции по высоким давлениям, вот, в городе Болдере, вот. Ну, это аудитория, может быть, раз в 10 больше, чем это, и выступал Эдвард Теллер, отец водородной бомбы. Ну, и, значит, он говорил о неких вещах, связанных с тем, что, вот, если вы имеете плазму, то чем больше у вас давления, тем лучше. На самом деле, совсем не так. Вот, там есть оптимальные условия, связанные с тем, что масштабом генетической энергии, в одном случае является КТ, Больсомском, а Фермиевском, это, значит, энергия Фермия. Вроде-то реальная вещь. У нас это вот было на втором курсе, нам это все объясняли. Вот, а он выступал с такой точкой зрения, что, значит, вот, чем больше вы получаете давление, тем у вас будет более интересная физика. Ну, со свойственной физтехо-наглостью, вот, я поднял руку и сказал, что это неправильно. Вот, и буквально сказал два слова, он-то схватил на лету. И потом, вот, с тех пор до его смерти, у нас с ним были, вот, у меня и у него такие добрые человеческие отношения. Вот, когда он приезжал куда-то на какие-то конференции, я туда приезжал, в общем. Я это к чему говорю? Я говорю к тому, что вот вы, люди, вступающие в жизнь, должны, как мне кажется, понимать, что физтех – это превосходство. Это всегда первый класс, даже высший класс. Это элита. Вот, это действительно так. И вот, я совсем недавно был тут, значит, в МАЙТИ, там, наш, говорили-то, что, вы знаете, вот, у нас физики-теоретики в аспирантуре изучают теорию функций инкомплексного переменного. А у нас, по-моему, это на втором курсе, да? Вот, для всех, между прочим. Вот, это очень, по-моему, важная вещь. Вот, и я еще хочу сказать, что вот, я, например, так многое, как на физтехе никогда не работал. Потому что принцип физтеха, вот, как я его понимаю, состоит в том, что вам дают нагрузку, которую вы вынести не можете ни при каких условиях. И вы должны не только разобраться в том, что вам дают решать те задачи и разобраться в тех курсах, которые есть, но вы еще должны выбрать, вот, что вам время фиксировано, значит, вы должны выбрать то, что для вас является возможным и минимизировать этот функционал, который ведет к вас к цели. Это вот тоже школа. И эта школа тоже пригодится вам на всю жизнь. Не только функции комплексного переменного, вот, и дифура, но и то, что вот вы должны сами работать все время под перегрузкой, кратной перегрузкой. Вот это, эти обстоятельства мне очень помогли в жизни. И я очень, в общем, доволен, что так судьба... Я случайно попал на физтех, на самом деле, вот, как Эдуард Евгеньевич. Мы совсем не собирались поступать, значит, но поскольку на месяц раньше, то мы сюда попали, вот, случайно. Вот. Поэтому я, значит, что хочу сказать. Большое спасибо за то, что вы пришли. Вот. И я вот согласен с Николай Николаевичем, что, наверное, будет лучше, если просто мы поговорим неформально, и какие-то ваши пожелания, взгляды, идеи. Потому что, повторяю, то, что идет в физтех, это всегда крайне важно. И для нашей Академии наук это важно вдвойне, потому что физтех питает Академию наук новыми идеями, новыми людьми. Если посмотреть на то, кто руководит сейчас Академией наук, то, наверное, на треть это физтех. Вот. И я хочу пожелать, чтобы этот коэффициент только рос, а не падал. Спасибо. Уважаемые друзья, ну, вот мы рассчитываем вообще на то, что программа Вадима Евгеньевича, она и опубликована, она у нас выложена, и на сайте физтеха тоже самое. Так, что вы ее более-менее прочитали, чтобы мы так вот, так сказать, не надо его просить, рассказывать там о каких-то вот, это, ну, должно быть известно. Вот это первое. Потом я хотел бы сказать, что у нас вот идет и прямая интернет-трансляция, и вот эти все материалы, они у нас будут и выложены, и в YouTube положены. То есть вот наше сегодняшнее с вами заседание, ну, его увидят, по нашим оценкам, ну, примерно около 10 тысяч физтехов. Вот. Не только в пределах Российской Федерации, но мы и следим за посещением наших интернет-ресурсов. Вот оно будет примерно таким. Ну, и, как говорится, биографию Вадима Евгеньевича, я вот не готовился ее сказать, я могу сказать только основные, наверное, моменты, я бы сказал, вот такие нетривиальные, Вадим Евгеньевич. Потому что Вадим Евгеньевич занимал очень высокие посты в ельцинский период. Вот, вице-премьера, министра, вот, по науке и технологиям тогда называлось. Вот. И вот, когда я уже тоже, к сожалению, давно был избран ректором, вот, Вадим Евгеньевич как раз был министром, и я к вам заезжал несколько раз, вот, много достаточно. И, ну, потому что, так, ситуация была очень непростой, и, понятно, нужна была и поддержка, нужны были и советы. И вот, Вадим Евгеньевич, благодарен, что, вот, как бы, в тот момент, так вот невидимо, вы тоже подрулили физтех в нужном направлении. И последнее. Вот, Вадим Евгеньевич заведует кафедрой. Вот, ну, вот, точно, совершенно, у нас есть, ну, разные заведующие кафедры. Вот, сегодня был у нас руководитель космического агентства. Вот, он попросил те кафедры, которые с этим агентством работают. Вот, он говорит, да, вот это серьезно, вот это серьезно. Вот, говорит, а зачем вам эта кафедра нужна? Вот, он знает руководителей и так далее. Значит, есть у нас действительно кафедры, которые работают не очень хорошо. Но, в этом смысле, Вадим Евгеньевич, он уникальный человек. И это все студенты знают, кто учится на этой кафедре, потому что он сам читает лекции. И при такой, как говорится, занятости, он академик-секретарь, он директор института. Много, так сказать, общественных у него нагрузок. Это, конечно, очень большая редкость даже для физтехов, Вадим Евгеньевич. И тоже вам за это спасибо. Пожалуйста, да, я одну реплику хочу сделать. Вы знаете, Мандельша, мы в свое время спросили, значит, вот вы хотите, не могли бы вы дать интервью? Он говорит, да вы знаете, я вот не хочу давать интервью, да ну у вас там журналистов. Вот, он говорит, а женщина-то? Вот, она говорит, да. Говорит, вы что, говорит, все время занято, дел много. И вот ответ поэта, он так подумал и сказал, вы знаете, да, я, говорит, как солдат на часах. Все время занят, но ничего не делаю. Так, друзья, ну вот, пожалуйста, как говорится, кто смелый, прошу поднимать руки. И, так я понимаю, у нас должны быть микрофоны вот по бокам. Девушки вас обеспечат. Пожалуйста, девушки, давайте. Я хотел сказать, что я поступил в 98-м году. То есть через, ровно через 30 лет, видимо, после вас. И это был, как уже сказал Николай Николаевич, очень год тяжелый. И хотел бы напомнить, что в тот год, как мне рассказывали в то время старшие товарищи, около 100% выпуска некоторых факультетов уезжало за рубеж. Так как все мы в МФТ пришли, чтобы заниматься наукой. И, к сожалению, из-за того кризиса, который был в 90-е годы, многие люди не имели возможности делать это у нас в стране. Сейчас, к счастью, уже ситуация сильно изменилась. И я бы хотел отметить, что, так как я это точно знаю лично, кафедра Владимира Евгеньевича на Фестихе одна из самых популярных среди студентов. И, в общем, деканат пытается даже как-то соблюдать равновесие по заполнению. Какой бы я хотел вам, Владимир Евгеньевич, задать вопрос. Все-таки вот этот кризис Фестеха был неразрывно связан с этим кризисом эталонной модели Фестеха, которая была завязана на РАН, на Академию наук. А сейчас, хотя у нас дела в Академии все лучше и лучше, но все равно очень много мы слышим критической информации про то, что растет финансирование науки, мало мы видим роста в количестве публикаций, и что поэтому Академия наук неэффективна. А на самом деле Академия наук получает всего 14% финансирования и выдает 60% фундаментального научного продукта. Я бы хотел спросить, какие вы видите пути выхода из этого положения? Видимо, нужно громче кричать о наших успехах, как-то увеличивать популярность Академии наук, потому что это же неправильно, когда мы слышим в наш адрес критику, а на самом деле Академия наук превышает эффективность многих других ведомств. Спасибо, Владимир Владимирович. Я хочу вам что-то сказать. На самом деле, действительно, физтех и Академия наук – это очень близко связанные вещи, и тут не то, что корреляция, а просто прямая зависимость. Как я понимаю, половина институтов, которые физтех имеют кафедры, это как раз академические институты. Теперь ситуация с прикладной и с академической. Что у нас получилось? У нас получилось, что приблизительно 20 лет назад финансирование было срезано всей науке в 20 раз. Не на 20%, а в 20 раз. И привело это к тому, что тот сектор науки, на который тоже ориентировался физтех, это прикладные исследования, ящики, НИИ, и вот такие вещи, нефундаментальные. Они, как правило, все в значительной степени потеряли. Либо свой статус, они просто были акционированы или погибли. А Академия ног на ногах устояла. С потерями, конечно, вы правы, что это очень трудное было время. Сегодня ситуация вот какая. Она на самом деле, я постараюсь как бы так сказать вам, что не любитель я разного рода таких вот слов типа инновации, акустическое такое приближение, это плохое, по-моему. Но вот смотрите, что сейчас происходит с нашей стороной, с нашей экономикой. Я не знаю, сейчас учат марксизму, ленизму, нет? Но тем не менее, значит, экономику-то учат, да? Значит, в экономике есть такой тезис, что та общественно-экономическая формация является перспективной, более конкурентоспособной, чем предыдущая, если она обеспечивает более высокий уровень производительности труда. И все. То есть другие аргументы, там, гуманность, там, справедливость социальная, в реальной экономике не рассматриваются. Так вот сегодня, сегодня, производительность труда нашей с вами страны отличается от золотого миллиарда в пять раз. И мы с вами никогда не встанем на один уровень с этими вот вещами, с этими странами золотого миллиарда, если мы будем проповедовать о сырьевой вектор развития. Почему? Да потому что, если возьмете любую вещь, которая имеет большую добавочную стоимость, например, камера или вот этот микрофон, то там сырьевая составляющая и энергетическая тоже, это где-то 5-6%. Вот эта штука стоит около 200 долларов, не потому что тут много пластика, углеродных материалов, а просто потому что тут заложены вот эти мозги. Так вот, если мы хотим вырваться из этой петли, вот, в которой мы сейчас находимся, то нам деваться некуда, нам надо идти по этому инновационному пути. Сегодня это люди понимают. Если вы внимательно посмотрите на статистику, да, у нас в ВВП в этом году прогнозируется 1,6. С учетом приватизации, которые, вообще говоря, по-моему, в ВВП не надо закладывать. Но, тем не менее, Советский Союз развалился, когда уровень роста ВВП был порядка 3%. Вот, кто со мной учился, очень хорошо помнит. Поэтому деваться сегодня некуда, кроме как идти на вот этот вот новый вызов. И этот вызов может принять только наука. Для того, чтобы Академии наук, вообще нашей науке, стать нужной, полезной, востребованной, вот новой парадигме, надо эту парадигму сменить. И вот кто бы что ни говорил, да, но наши лидеры, они стремятся это сделать не на словах, а на деле. Посмотрите на Сколково со всеми издержками, посмотрите на Роснано, посмотрите на те деньги, которые идут в высшее образование. От Академии наук, я в качестве, так сказать, упрека себе тоже могу сказать, идей каких-то новых подходов, новых концепций, вот, не видно. Например, вот давайте с вами посмотрим, есть ли у нас в стране научно-техническая политика. Мы вообще понимаем, где наше место, где вот в этой сложной, конкурентной картине распределения труда. Я не читал такого документа никогда в жизни. Вот, мы понимаем, какими этапами мы будем идти, чтобы добиться цели. Вот китайцы знают, я вот как слежу за этим делом, там есть этапы. Вот, сначала догоняющая наука, потом наука, значит, как называется, дружественная, то есть вы на одной ступеньке находитесь. Потом ставится задача, допустим, там, excellence, то есть пойти на превосходство. Вот это все разработать, я имею в виду не только сейчас науку, но и вообще всю стратегию развития страны. Вот. Может быть, только Академия наук. По двум причинам. Во-первых, другие сектора, я имею в виду прикладную науку, они либо коррупированы, либо развалены просто в дребезги. Вот. Это вот первое. И второе, Академия наук обладает таким свойством, что там под одной крышей находятся люди всех специальностей. Вот когда вы будете разрабатывать, скажем, модель развития всей страны в целом, вы должны ввязывать очень много факторов. Это экономика, демография, ресурсы, какие они есть, насколько эти ресурсы могут поддержать хай-тех, и так далее, и так далее. То есть нужно посадить за ним в стол людей, которые владеют многими вещами. И вот на смысле Академия наук, с моей точки зрения, имеет перспективу. Как перспективу имеет, например, молодежь в Академии наук. Тоже почему? Потому что вот наш президент Путин так поставил задачу, что средняя зарплата по науке должна быть не меньше, чем двойная по региону. Это абсолютно правильно. Так во всем мире делается. Ученые во всех странах нормальных, это высшая ступенька среднего класса. Это не, так сказать, миллиардеры, но это люди, которые имеют нормальные дома, нормальную возможность лечиться, детей и так далее. И вот Путин сказал, давайте сделаем, и это я вам вставлю задачу, записанную у него в программе, чтобы двойная по региону. Переведем это на русский язык. Москва. 50 тысяч средних зарплат. Если мы с вами в Академии наук в среднем будем платить 100 тысяч, как вы понимаете, люди вполне пойдут. И вот тогда нужно вводить уже новые элементы. Не те архаичные, которые были, когда мы выживали, а выживали потому, что надо было просто не потерять людей по возможности. А нужно вводить новые вот эти методы. И вот тогда конкурсность. Вот тогда вертикальная, горизонтальная мобильность. Вот тогда уже отбор талантливых людей. Тогда может быть что-то типа пуздок. И многое-многое другое, что написано в этой книжке, которая вот тут вот сейчас лежит. Я бы вот так ответил. У меня к вам такой вопрос. Может быть, немножко про эвакуационного плана. В первой позиции вашей программы, для основных задач академии записано то, чтобы академия должна по идее того, так и быстро разрабатывать стратегию развития страны по идее как и научно-технической, так и политической системы, а также проводить экспертизу принимаемых решений. Отношение власти к академии выражено, можно, Владимир Ильич, посмотрю, выражено словами Иванова. Если бы Иванов сказал что-то такое, что не думает так власть, он, как с рукой, по-видимому, на следующий день подал бы в отставку. Значит, по-видимому, мнение Ильяновой, это мнение власти об академии. Скажите, пожалуйста, как вы представляете взаимодействие с властью, чтобы реализовать вот эти стратегические задачи, которые вы поставили, которые очевидно являются, может вывести страну нашу, из-за этого страшного тубика, в котором мы находимся. Знаете, вы меня провоцируете и толкаете на любимую тему физсех критикуют другие институты, потому что Ильянов кончил Станкин, по-моему, да? Поэтому давайте, я этого делать не буду, стали исплавлены, тем более, тем более. Поэтому давайте я отвечу, значит, словами моего начальника бывшего, Виктора Степана Черномырдина, который говорил так, я ничего говорить не буду, а то я еще что-нибудь скажу. Но если говорить серьезно, то, понимаете, я Ливанов-то знаю хорошо. И, ну, неаккуратно он, может быть, выражается, но что-то в его словах есть, как всегда, в каких-то словах. Теперь, я вот, если меня изберут, так случится, вот, я, конечно, иду на этот пост совсем не для того, чтобы с кем-то воевать и вести какую-то вендетту. Я в своей, как бы, жизни, в прошлой, приметской, да, вице-преметской, это уже делал. Помните, Сталтыков, наш висех, между прочим, Борис Георгиевич. Вот, и тогда противостояние между Академием и Министерством было в форме вендетты. Не в форме вот такого пикировки там, вы перспективны, я не перспективен, вот, а в форме такой жесткой борьбы. Вот, я думаю, что всегда можно найти общий язык. Вот, и кроме того, есть такое высказывание Марка Авреля, вот, который был одновременно и философ, и император, что в споре виноват умнейший. Надо всегда искать возможность решить проблему. И амбиции, амбиции, политические взгляды, какие-то обиды там, вот, оставить при себе. На эту, на эту работу идут люди вот с такой вот толстой, крокодилей кожей. Вот, обижаться вообще никогда не надо. Поэтому я считаю, что вот в том-то и состоит задача, чтобы вот обходить всякие, значит, такие личностные вещи, вот, и держать при себе. Тут мне нравится такой, знаете, стих губермана Игоря. Вот, он звучит так. Идя служить, дверьми и хлопай, пить бросил, утонив в трудах, нельзя одной и той же попой сидеть на встречных поездах. Еще у меня вопрос такой же житейский. Значит, вот, в передаче «Линия жизни», да, которую на культуре показывали, помните, да, передачу, вы рассказали, как вы, будучи молодой, красивый, были в копьяре вместе, соответственно, с великими учеными и разработчики космических систем. И что минуты отдыха, когда у них не хватало напитков, вас посылали принести дополнительные напитки, да? Вот скажите, пожалуйста, вы сейчас способны послать своего аспиранта за любимыми вашими мандаринами? Я-то способен, я не уверен, что не вернется, понимаете, сейчас другое поколение. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Добрый день, это Рашюль Зураб, ФАКИ 87-й год. У меня вопрос следующий, нет инфраструктуры, нет законодательной, юридической базы, есть огромная пропасть между добычей и знанием фундаментальных, и что дальше с ними делать? Я постараюсь ответить коротко, хотя этот вопрос, по-моему, является очень больным и тяжелым. Я вообще считаю, что это самый главный вопрос, с которым мы сегодня столкнулись, я имею в виду наша страна. Я так без громких слов, но вот, по-моему, это так. Почему? Вот смотрите, сделать так, чтобы страна была хай-тех, вот, это очень трудно. Очень немного стран, которые это себе позволили сделать. Причем, если вы анализируете ситуацию, нет общего рецепта. Вот, например, я ввожу там 5% налог на прирост прибыли, как в Америке, вот, и тогда у меня все пойдет. Ничего не пойдет. Вот в Америке пойдет, а вот во Франции не пойдет, и в Японии не пойдет. Там совсем по-другому все делается. Там банковский сектор фактически не работает. Кстати, он у нас не работает, потому что по 12% какие могут быть кредиты, да, это невозможно. И вот, когда были нулевые года, вот, 2000 наступал, то ЮНОСКО провело такой опрос, а вот какое самое достижение тысячелетия было, предыдущего, и знаете, какое? Инновационная система Соединенных Штатов Америки. Вот я все время поразился, но это так. У нас сегодня, вот в нашей стране, ну вот, в дополнение к тем проблемам, которые есть, вопиющие проблемы, тяжелейшие, которые фактически нас затормозило, это проблема вот невосприимчивости, промышленности. Органы государственного управления, не надо думать, что речь идет только о железках, вот. У нас архаичная система принятия решений. Она просто никакая, она не научная. Мы тут, понимаете, уже пять лет бьемся, чтобы электронную подпись завести. Какая это вообще, ну, цивилизация, такой себе может позволить, такой бардак, да? Вот. Поэтому, вот когда возникала Роснана, дали большие деньги, да? И когда возникала Сколкова, да? Вот. Я там и в том, и в другом совете. Вот. То вот мы же Ресом, например, Алферу, мы все время говорили. Ладно, там, льготы там, еще там начинаются там какая-то. Вот. Давайте поставим эту самую главную задачу. И ее не сделали. И не видно наметок. Поэтому то, что вы говорите, что мы придумали, а это потом не внедряется, да, вы правы. У нас сегодня, господи, дай бог не соврать, по-моему, 4% всей продукции, да, которую мы пускаем, является инновационной. Это ноль. А в Соединенных Штатах 80. Вот они смогли найти. Повторяю, нестандартное решение должно быть. Должно быть вот такое. Знаете, как Моцарт написал симфонию. Это вот Моцарт. Оно работает. А там Щедрин, вот он пишет, там, Кармен Свитто, понимаете. Но есть разница, правда? Вот это очень тяжелый вопрос. И я не понимаю, как его можно решить. Я не вижу даже каких-то подходов содержательных, понимаете. Ну вот в продолжение темы микрофона, на мой взгляд, содержательный подход к разработке и производству сложной техники, известной в мире, это системная инженерия. Ну, систем инжиниринг, систем с инжиниринг, да, переводится, раньше переводили система техника, потом или системная инженерия, или системный инжиниринг. Вот. И это, вот сказать, есть такая наука, дисциплина, образовательные программы в мире. Что вы думаете о состоянии, роли и перспективах вот этой науки, системной инженерии в России и мире? Это первый вопрос. Ну, это продолжение к этому. И, может быть, второй сразу, он связан, на мой взгляд, с этим. Какая наука вот определяет, объясняет и может исправить обозначенную уже сегодня, да, ну, вот здесь, зависимость страны, ну, от сырьевой экономики. Ну, то есть, сырьевую зависимость экономики. То есть, какая наука или какие науки должны исправить и какие, значит, науки должны разрабатывать стратегии развития страны? Спасибо. Давайте начнем с конца. Значит, какие науки? Вот, все науки должны это делать. Потому что, если вы предлагаете обществу, там, руководству, повторяю, и общество, и руководство понимает тот тупик, в котором мы сегодня находимся. Это понимают все. И вы это понимаете. Поэтому это обсуждать, так вот, когда вы хотите предложить какую-то модель, то вам разные люди будут задавать разные вопросы. Эта модель должна быть интегральной. она должна включать и ресурсы, она и рабочую силу, и демографию, и транспортные системы, и то, что у нас с вами две трети территории, это вечная мерзлота, между прочим, где вообще ничего не растет, кроме вот таких чаховых березочек, понимаете. Вот это все надо увязать вместе. И вот, с моей точки зрения, Академия наук, если кто и может сделать, то это Академия наук. Потому что, скажем, если поручить в высшей школе экономики, но она уже предлагала, вы видите, сами же делаете. Это вот вера. Второе, значит, по поводу системного. Знаете, я тут опять сошлюсь на свой начальник Виктор Степанович, значит, Черномырдина, когда шло обсуждение, значит, тоже какой-то экономики, значит, такой полу-технической. Вот должны ли мы строить самолеты на 200 человек или на 100, грубо говоря, на Боинг, надо идти на какой-нибудь там 777-й или на это. То, значит, там все время шли разговоры системные, системные, системные. Он меня спрашивает, Владимир Евгеньевич, что такое системные? Я, знаете, как ответил? Я говорю, Степанович, это когда сначала думают, а потом что-то делают. Он говорит, а это кто? А? Две я системного подхода. Ну да, вот я такой придумал. Нет, на самом деле, конечно, если вообще говорить об инженерных науках, я сейчас не о фундаментальных науках говорю, на Западе, чтобы вы знали, это реальный бум. Вот мне бывает, приходится очень часто бывать в Гархинге, это под Мюнхеном, там, ну, центр что-то типа Черноголовки, вот, ну, наверное, даже, скорее, Дубны, вот, побольше он, вот, и рядом университет, технический университет Мюнхена. Так вот, там, на механические факультеты, на электрические факультеты, колоссальный сегодня конкурс, просто немыслимый для западных стран. Вот, то есть, и это инженерия, в частности, такой интерес. Почему? Во-первых, вам гарантированное занятие на всю жизнь. Люди всегда будут ездить на автомашинах, строить самолеты, а это нужно делать в тех условиях конкуренции, которые сейчас есть, вот используя вот эти самые последние методы. Это первое. Второе, значит, вот, что тоже немаловажно, человек, который идет в технику, вот, в наше время, когда шли люди в технику, вот, вообще, мы на них смотрели, как, немножко ненормальных. Почему? Вот, возьмите МВТУ, да, чем они занимаются? Они чертят эти самые колеса, там, какие-то там, червячные механизмы, и так далее. Это не творческая работа. Это вообще не пойми, что такое. Вот. Но они там, вот, они этим, этим занимались, там, подбирали госты и так далее. Короче, раньше, на 95% работа инженера была работа рутинная. Вот. А сегодня это все ушло. Компьютеры. Вот я был недавно у Погосяна на этой самой, на его ферме, да, вот. Там вообще ни одного этого самого чертежной доски я не увидел. То есть, то есть, вот сегодня работа инженера, она стала более творческой и более мобильной. А в результате, вот скажем, я не знаю, следите за автомобильным делом или нет. Вот сейчас французы вырвались вперед по автомобилям. Почему? Взяли молодых ребят с БМВ, дали им хорошую зарплату, и на три года перевернули всю автомобильную промышленность. Я знаю этих людей просто. Вот сын Шенлина, внук Шенлина, Александр Ефимович, вы знаете. Вот он работает там этим самым. Сейчас, то есть, это очень живое дело, и вот сумели они найти это. Такой подход. А у нас, как в технических вузах, вы, наверное, знаете лучше меня, да? Шестикурсники учат второкурсников. Так, пожалуйста. Вот что-то я хочу немножко эту сторону помотивировать, а то, как кажется, меня зовут Дмитрий Иринкевич, я аспирант МФТИ. Заканчивал физтех я как раз на кафедре высокотемпературных процессов в Институте высоких температур. И имел удовольствие ходить на лекции Владимира Евгеньевича. К сожалению, не на все. И однажды, когда я не попал к вам на лекцию, ребята рассказывали, что вы угощали клубникой. Тех, кто пришел. И это научило меня и заставило глубоко пожалеть, что я пропустил эту лекцию. Да? Не только это, разумеется. И после этого я очень тщательно перечитывал все материалы по этой лекции. и таким образом вы смогли достучаться до моей совести. Тем не менее, я хотел задать вопрос по поводу одной из ваших фраз. Вам принадлежит очень интересная фраза, что ученый должен иметь возможность работать 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. А руководству для этого нужно создавать определенные условия. Какие условия вы считаете необходимо создавать для ученых, в первую очередь для молодых, помимо финансовых, чтобы обеспечить такую возможность, чтобы им было интересно работать? Спасибо вам за этот вопрос. Я вообще считаю, что одна из проблем, которая и в высшей школе есть, и есть в Академии наук, и вообще в нашей стране тяжелая проблема, она называется бюрократией. Сегодня мы создали такую систему, когда один с ложкой и семер с ложкой. И в этом смысле мне повезло. Я попал в институт химической физики, который основателем физтеха был открыт Николаем Николаевичем Семеновым. И там была настоящая творческая атмосфера работы. Что такое 724? 724 – это некая характеристика научного учреждения, в которой сотрудники могут работать 24 часа 7 дней в неделю. На Западе и на Востоке это самая высокая характеристика института. Когда говорят MIT, то говорят не сколько там нобелевских лауреатов, а говорят вот этот слог. И вот это по-моему то, что мы сегодня потеряли. Сегодня вы лучше меня знаете, что для того, чтобы получить грант, вы должны написать кучу бумаг. Потом провести несколько дней в приемной начальника в министерстве. Правда? после этого вы должны убедить там не пойми кого, которые к этому отношению не имеют, что вам надо дать. Как вы убедите, это уже сами понимаете как. На это все уходит время. А если вы действительно занимаетесь фундаментальной наукой, очень часто результат нобелевского уровня определяется неделью подачи журнала. То есть надо работать на очень высоком уровне очень быстро. Вот мы это потеряли. И поэтому в той программе, которая есть, я в этом убежден на 100%, борьба с бюрократией, борьба со всякой бумажной волокитой и писанием не пойми каких отчетов, не пойми для кого власть чиновника, вот скажем РФФИ, у нас сегодня какое число? 23. Деньги-то еще из РФФИ не вышли. И что такое вообще? Как это может быть? Нет денег? То, что мы по грантам, по-моему, да? Во всяком случае, вот то, что вы сказали, это очень важный элемент. И вот этот элемент, который можно сделать, для этого нужна только политическая воля. Это надо захотеть и объяснить. Мы создали вертикаль власти, которая там трудно создавалась, она имеет свои перекосы, но почему не использовать эту вертикаль для нормального понятного дела, чтобы люди могли спокойно работать? Вы знаете, что, например, химику, чтобы получить ацетон, он должен написать бумагу, из которой следует, что этот ацетон нельзя использовать для производства наркотиков. Это же кто-то додумался. Что это такое? И значит, вы не получите этого ацетона. А что такое ацетон в аптеке? Любой вы можете купить. Вот на чем мы доехали с вертикалью с нашей. Здрасте, Владимир Евгеньевич, Надеждин Борис Борисович, заведующий кафедрой права. Ну, конечно, мы вам желаем победы, я думаю, что вы действительно много принесете пользу и науке на этом посту, и физтеху, в частности, нашему. А у меня знаете, какой вопрос такой, сначала преамбула. Ну, понятно, что золотой век науки, да, он как бы закончился в 20 веке, потому что одно дело, когда во главе государства стоит условный Сталин, задачи армии, обороны, 20% ВВП на это идет, все отлично развивается. Значит, сейчас мы живем, ну, в обозрении будущем будем жить в принципиально в другой ситуации, в ситуации рыночной экономики, в ситуации конкурентной электоральной демократии. Логика действий политиков, которая мне хорошо понятна, совершенно другая. Теперь, вот, игра такая, да, вот вы президент Академии наук пришли к условному Путину, да, и говорите, ему надо вот наук развивать, а в нем в голове, я могу сказать, что неплохо понимаю. Вот 105 миллионов избирателей в стране, из них 40 миллионов пенсионеры, поэтому давайте там треть ВВП на социальные задачи и так далее, и так далее, ну, треть, в смысле, бюджета федерального, да, вот у меня в стране там 6 миллионов силовиков, бравых ребят, тоже давайте им повышать, там 2% ВВП, пошли сюда, там и так далее, вот у меня в стране 12 миллионов крестьян, да, и где-то там полтора миллиона ученых, непонятно, чем занимающихся, вот так, с электоральной точки зрения достаточно бессмысленные, потому что, как их ни корми, они люди умные и голосуют не за того, за кого надо, вот, как правило, в отличие от крестьян, там, силовиков и пенсионеров, вот, и сразу приходит человек, знаете, вот, нужно построить новый адронный коллайдер, какой-нибудь большой, чтобы выяснить, что было не в 10-18 степени после сингулярности, а в 10-20 степени, это очень важно, говорит он вам, и на это нужно потратить 10 миллиардов долларов, вот, ну, я условно говорю, я там, я уж, как вы понимаете, так глубоко физику не помню, вот, но тем не менее, и вот у него выбор, то ли потратить кучу денег на то, чтобы еще там какой-то бозон Хиггса найти, да, вы говорите, это же важно, бозон Хиггса, за какие-то 10 миллиардов, теперь вопрос простой, попытайтесь убедить вот такого человека, что нужно действительно развивать науку, и понять, вот, как можно в этой ситуации вообще пытаться что-то объяснить, вот так, вот, что вы скажете современному политику в электронной демократии, чтобы он понял, что наука нужна, подчеркиваю, я не свою позицию изложил, но я примерно понимаю, как мыслит наше начальство, спасибо. Начальство разное мыслит по-разному, но вот у меня в кабинете такой, на стенке висит авторучка такая, шариковая, вот, который Путин написал на моем письме, что он дает 20 миллионов долларов на построение первого в России суперкомпьютера, в ситуации, когда баррел нефти стоил 14 долларов, он был ниже себестоимости, я это к чему говорю, что это не безнадега, вы говорите вот одну вещь, и правильную, да, действительно, там, 14 миллионов крестьян, вот, но с другой стороны, с другой стороны, он понимает, что, я просто, ну, думаю, что я знаю довольно его хорошо, вот, лично, вот, я думаю, что его амбиции не сводятся к тому, чтобы, вот, скажем, посчитать голоса, и, вот, он уже, как бы, третий срок, ведь, да? Четвертый. Ну, четвертый, тем более, вот, и, я убежден, что при нормальном диалоге это можно сделать, вот, получить деньги на науку, примеры, вот, я один привел, второй, Школково, третий, нанотех, кто его заставил это сделать? Его убедили. Причем, нанотеху, да, вот, убедила Академия Наук. Мы, тут сидят многие члены Академии, значит, у нас было специальное заседание годичное, посвященное, вот, микроэлектронике, нанотехнологиям, и так далее, и так далее. И из этого совещания, не совещания, общего собрания, пошла бумага, пошла волна, другое дело, что потом эти деньги мимо Академии прошли, но это уже, так сказать, другое дело, они почти прошли же, правильно? Ну, я понимаю, что Путин хороший, умный, любит страну, это я понимаю. Меня интересуют содержательные аргументы для современных политиков, которые мыслят так, как я сказал, почему нужно развивать науку. Содержательные аргументы, почему в результате ее развития они получат больше голосов и какие-то широкие слои общества будут им благодарны. Это нетривиальный вопрос, кстати. Ну, понимаете, значит, давайте сначала поговорим о масштабных, ну, о скейлинге в этом деле. Значит, речь идет о одном, полутора процентах ВВП. Вот вся наука, да, это вот такие цифры. Она там колеблется, вот у нас 1,08 сейчас, в Израиле 3,6, вот, но это не та сумма, которая переверет водку, согласитесь, правда? Ну, у нас наоборот, 3,0. Не, ну, как? Ну, процент, когда что решал вообще? Да, никогда. Вы у себя дома, когда тратите деньги из вашего бумажника, вы точно это процент даже не считаете. Я имею в виду обобщенные деньги из обобщенного бумажника. Словом, это не вопрос денег, это вопрос того, нужно ли стране быть развитой, либо быть вот такой, какая она есть. Повторяю, вот сегодня, сегодня, вот этот вот, ну, навешивший в зубах тренд сырьевой, да, по-моему, банкротится. Но это вам лучше знать, я не экономист. Я не вижу перспектив в этом. Я не сказал ни слова о том, что добыча нефти падает, что вот американцы, которые сейчас рынок завалили этим самым сланцевым газом. И сегодня Европа отказывается наш газ покупать. Это другое дело. Это еще хуже, понимаете? Но, ну что еще 10 лет будет таких вот? То есть, недорого, но кайфовый, большинство. Ну, а куда за деньги тратить? Ну, представьте, вы сидите, у вас пачка до дома рубашек, я 1%, но куда-то потратить. Ну, потратьте на, потратьте на Сочи. Что изменится? Ну, куда? Так, уважаемые коллеги, значит, я думаю, что сейчас Вадим Евгеньевич просьба сесть. Мы еще вопросы продолжим. Ну, вот, есть у меня небольшой список тех людей, которые присутствуют в зале, и которых с Вадимом Евгеньевичем связывают годы совместной учебы, работы и так далее. Кто его хорошо знает? Я думаю, что было бы сейчас правильно нам немножко их послушать, с их, ну, я не знаю, полностью экспромтом, да, на этот счет. Никто долго не готовился. А потом мы еще, так сказать, вопросы пообсуждаем. Вот Тимофей Вадимович тянул руку. Тимофей Вадимович Кондранин, заведующий кафедрой, первый провектор в течение длительного времени. Ваше выступление минута 40. Ну, вот послушаем вопросы, которые вам задали и молодые коллеги, и коллеги вашего возраста. Я, подкорректировать, и поэтому ваше выступление можно рассматривать как некую форму наказа будущего руководства РАН, а также некоторый субъективный взгляд на те проблемы, которые меня волнуют, поскольку я, как и вы, прошел всю школу, все эти этапы студентам ВТИ, на год раньше вас закончивший в РАН, и вот вплоть до внешнего состояния. И более того, проработал 15 лет на административной работе, в годы очень непростые. И поэтому я вот то, что говорю, это вообще, говоря, некие продуманные мысли. Я хотел бы, коллеги, вернуться на то, в общем, ради чего мы и собрались. То есть, конечно, то, что мы собрались здесь, в сценах МФЦ, в главной физической, в главной большой физической, с прецедентом, с первым, реально, на пост президента России с Академией наук, это связь не только о личных выдающих достижениях Владимира Евгеньевича, но и также о сути физтех, о значимости института, видимо, для всей той проблемы, которую мы обсуждаем, не только касающиеся частных вопросов, в том, что и может связанных с политикой. Понимаете, в начале своего выступления вы сказали, что Академия наук основной, один из основных стратегистов партнеров физтех. Так было. На самом деле, так есть, но я не уверен, что так будет. И более того, что так есть, это тоже сейчас вызывает некоторые вопросы, потому что, я могу ошибиться, но в вашей программе, которая внимательно звучит, приводит цифры, что на сегодняшний день 48 тысяч научных работников, то есть, штат, конечно, больше, но 48 тысяч научных работников работают в системе Академии наук российской. По моим представлениям, я могу ошибиться, это к концу вот наших как перестройки, к концу перестройки в 1991 году было 500 тысяч научных работников. Понимаете, это означает, что нашим стратегическим партнерам и физтех, я имею в виду, из-за 48 тысяч научных работников являются, наверное, процентов, ну, наверное, основном московский институт академический, ну, наверное, не знаю, ну, не 30, но намного меньше. И в этой связи у меня вопрос, который я могу в виде некой рекомендации сформулировать тоже. Вот модель стратегического партнерства МФТИ в Академии наук, она очень простая была, и она очень хорошо работала в наши с вами годы, золотые годы, как иногда говорят, когда было проектное научное проектирование, когда все правильно работало под оборону, и Академия наук работала под оборону, решая при этом важнейшие фундаментальные проблемы. Эта модель такая, институт РАН, МФТИ, базовая кафедра, институт РАН, базовая кафедра. Вот мое глубокое, мое убеждение, что эта модель сейчас перестала работать. Это связано с очень простыми вещами. Как говорил известный китаец, не дай бог жить нам в эпоху перемен. А мы с вами попали в эту ситуацию, все многие здесь, попали в эпоху перемен. И в эпоху перемен те решения, которые принимаются в рамках этого стратегического партнерства, на его совершенство, несовершенство, они носят хаотический, бессистемный характер. Это мое точка зрения. И поэтому вопрос у меня следующий стоит. Вот есть ли у вас представление? Да, да. Вот я понимаю, что аналогию проекта конечно нельзя, но вот повторяю, сильной стороной советских времен было проектное планирование. Вот был проект космос был, проект бомбы был, проект, не знаю, современного вооружения. И под это дели выстраивались вся конструкция. Фистех, МАИ, МИЭТ и так далее. Я просто сам работал в обычном предприятии, знаю, что это такое. И поэтому я хочу сказать, что вот есть у вас представление о тех хотя бы два-три проекта назовите, которые с 10-летней скважностью, может 15-летней скважностью обеспечат нам не просто развитие науки, а вот как скалатар, развитие каких-то кластеров, которые в итоге обеспечат технологический прорыв России, национальную безопасность со всеми этими качествами хотя бы на 10 лет. Потому что молодые люди, которые сидят, им нужны простые вещи. Интересные задачи, им нужно достойный зарплатно-творческий труд и социально-экономические лифты в виде того, чтобы обеспечить гарантию хотя бы на 10 лет. А дальше он сам разберется. Вот поэтому вопрос такой. Можно на новойки много говорить. Это важнейшая вещь. Это действительно ученый, это класс. Но какие проекты, как человек, претендующий на первый пост российского хозяйства, вы можете назвать приоритетными, перспективными в рамках хотя бы тех известных, утвержденных нашим президентом приоритетных направлений. Они общие слова носят. Живые системы, так и так далее. Вот такой вопрос у меня. Так, последнее, как сказать, что... Мы называемся Московский физико-технический институт. 20 слова физико-технический имеют ключевые. Они были всегда ключевыми. Мы не занимаемся фундаментально, хотя, безусловно, это важный аспект. Мы занимаемся выдачей продукта на рынок, а раньше говорили на технологические уклады, понимаете. Вот, пожалуйста, Владимир Владимирович, есть вопрос. Ну, давайте так. Я не буду все проекты перечислять, а, вот скажем, первое приоритетное направление, вы сказали, да, вот, оно энергетика. Вот я в энергетике могу назвать вам проекты, которые, по-моему, необходимо решать и которые очень серьезно дадут импульс нашей всей жизни, не только самой энергетики. Первое, так называемые умные сети. Что это такое? Вот, наше расстояние, наша вся энергетика построена на крупных электрических станциях. Поэтому надо эту мощность переводить на большие расстояния. Сегодня, если вы посмотрите на электрические сети, вот, эти электрические сети изношены на 60%. То есть, если понимать это все буквально, половину наших всех сетей надо автогеном сейчас порезать и строить новые. Как можно построить новые? Можно построить новые, используя те же технические средства, но сделанные сегодня, то есть новые, скажем, эти самые трансформаторы делать, но копию старых, но сделать их современными, которые работали не 50 лет, а 40. А можно поступить по-другому. Можно взять и соединить мощные линии электропередач и информационные технологии. То есть, снабдить вот эти все системы генерации, распределения, потребления новыми нано- или микросенсорами, системами принятия решений, новыми системами управления, новыми системами коммутации, ограничения токов и так далее, и так далее. То есть, провести тоже перевооружение, но на новом техническом базе. К чему базе? Это приводит к тому, что у вас потери сокращаются в несколько раз. У нас гигантские потери в электроэнергетике порядка 20-24%. Вы можете тогда эти сети делать более надежными. Надежность меняется при этом тоже в несколько раз. Вы можете делать эти сети адаптированными. То есть, если у вас происходит какая-то авария, то сеть сама, не дожидаясь ваших принятия решений человека, через компьютер, через систему сбора обработки, принимает оптимальное решение. Либо обводит это дело, либо дает другие нагрузки и так далее. Это направление называется смарт-грид. Экономический эффект колоссальный. как делать, понятно. Вот вам один пример, который... Да, в этом есть работа фактически для всех специалистов специальностей. Это электроника, это есть и сильноточная электроника, это и теория управления, это теория диагностики и так далее. Второй пример я могу сказать вам тоже из энергетики, я про другие не буду касаться, хотя это бесконечная тема. Вот смотрите, сегодня 80% всей энергии получается путем сжигания органического топлива. Делается это в так называемых парасиловых циклах. Кто еще помнит, цикл Ренкина есть такой с перегревом водяного пара. КПД этого цикла порядка 27-30%. Если он теплофикационный, то это еще столько же. Но это очень плохо. Сегодня наука предлагает, причем предложил это Сергей Алексеевич Христианович, основатель фистеха, так называемый парогазовый цикл. Он еще продолжил это до войны. Смысл какой? Вот у вас есть газ, из трубы идет, он экологически чистый, он относительно дешевый, для нас совсем должен быть дешевым. Этот газ поступает на газотурбинную часть. А потом из газотурбинной части он не выбрасывается в атмосферу, как в самолете, а идет на нагревание воды, и вода уже крутит парогазовый цикл. Вот такой комбинированный цикл, он за комбинированным циклом или парогазовым циклом, он дает коэффициент полезного действия порядка 60%, в два раза больше. Если понимать это дело буквально, то вы можете в два раза поднять производство электроэнергии без, вообще говоря, затрат топлива дополнительных. А это актуальная вещь. Это нормальный проект. И вот такого типа проектов Академия предлагает, ну, я сейчас сходу вам скажу, наверное, штук 20. То есть, это, во-первых, реализуемый, во-вторых, это эффект, который вот он вот здесь, а это не бумажный тигр, да, вот. Потом он абсолютно, что называется, по зубам. Там понятно, что делать. Там трудные проблемы, там материаловедение, там, понимаете, газодинамика сложнейшая, там очень часто бывает сфера звуковой. Вот еще сейчас, например, вот мне в голову приходит сейчас, значит, серьезное дело, это прямоточный воздушно-реактивный двигатель. Вы знаете, что это такое хорошо. Вот. Пожалуйста, на больших махах вам не нужен компрессор, вам не нужна турбина. Труба и все, что там делать-то вообще. Сегодня, сегодня, это колоссальная проблема. И для гражданской, и для негражданской авиации. Это то, что надо делать. Но сегодня никто этим не занимается. Про это начальство, извиняюсь за выражение, коллега, даже и не знают, а кто виноват. Я считаю, ученые, которые неактивно выступают с этим. Спасибо, Вадим Евгеньевич. Я вот хотел бы предоставить слово Эдуарду Евгеньевичу Сону, заместителю директора Объединенного Института Высоких Температур нашему заведующему кафедрой, проектору, много лет проработавшему на Фистехе, и по стечению обстоятельств однокрупника Владимира Евгеньевича. Спасибо, Николай. Работает? Работает. Спасибо, Николай Николаевич. Я хотел сказать несколько слов о том, что Владимир Евгеньевич, ну, два слова, во-первых, о том, что выборы президента Академии наук были последний раз в 2008 году, то есть пять лет назад, и на тех выборах Владимир Евгеньевич из 1200 членов Академии, и сейчас то же самое, голосовать будут 1200 членов Академии, и 300 человек выборщиков от институтов академических, причем это люди такие, что иногда маленький этнографический музей, который принадлежит Академии наук, и находится в городе Мхачкале, там есть представитель, который приедет и будет голосовать. Поэтому на прошлых выборах вот у Владимира Евгеньевича не хватило 25 голосов для победы. Поэтому он, как бы, ну, в Академии наук вообще на выборной ситуации многие ученые знают, что с первого раза никто не проходит, но если ты в предыдущем туре набрал значительное количество голосов, то у тебя хорошие шансы на следующий раз. На сегодняшний день ситуация следующая. Значит, через шесть дней, то есть 29 числа, сегодня 23 число, состоятся выборы. Значит, имеется три кандидата на эти выборы. Вот Владимир Евгеньевич в Академии наук 11 отделений. Имеется отделение по специальностям, то есть физики, математики, науке о земле и так далее. Экономики. И вот из 11 отделений 7 отделений поддержали Владимира Евгеньевича. Кроме того, было заседание Президиума Академии наук, которое выдвигает кандидатуру. И из 55 членов Академии, надо сказать, что Президиум Академии наук 55 человек, они были избраны или назначены в большинстве избраны предыдущим руководством Академии наук. Поэтому из 55 человек, по-моему, 34 человека проголосовали за Владимира Евгеньевича, то 60%, и по 23 человека, то есть по 40% проголосовали за Жарис Ивановича, Альферова и за Никипелова. Вот такие вот результаты. Поэтому наша задача сегодняшней встречи была следующая. Владимир Евгеньевич поддерживает большое количество организаций. Я могу сказать, что, во-первых, та предвыборная программа, которая выставлена, это результат, в первую очередь, Владимира Евгеньевича, он сам, обычно книжки основной работы пишет сам, но здесь все-таки была команда, которая помогала, и эта команда на 90% состояла из физтехов. То есть те люди, которые много приложили. Я могу сказать, например, академик Смирнов Ильин Пателемонович, космонавт Баторин Юрий Михайлович, который сейчас на конференции не смог, и много-много других. Бугаев Александр Степанович, академик, который здесь находится. Но всех даже нельзя перечислить, и было много людей очень приложили эти усилия к тому, чтобы подготовить некоторую программу, которая была бы интересна членам Академии наук. Но поскольку осталось не очень много времени, вот сегодня один из уважаемых членов Академии спросил, где сегодня Владимир Евгеньевич, я говорю, вот он выступает в МФТИ. Он спрашивает у меня, а что, из МФТИ кто-то голосует? Я на это ответил, вы знаете, вы знаете, вот когда Борис Николаевич Ельцин, значит, шел в президент России, то он приезжал на ФИСТЕХ и выступал здесь у нас и после этого стал президентом. Вот, поэтому теперь цель была такая, что большое количество людей, количество организаций поддерживает Владимира Евгеньевича, но все-таки вот личности, то есть молодые люди в первую очередь и профессуры, и люди, которые занимаются наукой, что они могут что-то конкретное сказать, вот такую поддержку хотелось бы услышать. Ну и кроме того, даже за оставшееся время, вот если у кого-то будут какие-то предложения, я, например, сегодня дискутировал с Тимофеем Владимировичем Конранином, вот, говорят, очень интересные замечания, сказав, что вот там по программе Владимира Евгеньевича, по части, связанной с образованием, нужны некоторые дополнительные элементы, которые хотелось бы внести. Поэтому все такие предложения, они, конечно, будут внимательно восприняты и использованы дальше. Дальше, ну, вот та дискуссия, которая здесь занимается конкретно как-то не очень хорошо, ну, не озвучивал. Но я могу сказать, что, значит, вот на сайте его опубликованы монографии, которые были написаны, около 30 монографий. Последняя монография, которая называется «Уравнение состояния от идеального газа до квартал глионной плазмы», это книга толщиной, ну, примерно там, 400-500 страниц. Вот она вышла, надо было ее сюда принести. И это его личный вклад. То есть он написан, эта книга написана без соавторов, что очень важно. И я могу сказать, что второе обстоятельство, которое известно всем, что, несмотря ни на какую занятость, будучи даже министром, он раз в две недели проводит лично семинары, на которых докладываются самые последние достижения, и неважно, это наука, это прикладная наука, фундаментальная и так далее. И еще, во время голосования выборов в отделении энергетики, механики, машиностроения, то есть Владимир Евгеньевич является академиком-секретарем отделения энергетики, механики, машиностроения, процесса управления. То есть это то, что называется техническое отделение Академии наук. Когда-то было специальное такое отделение, называлось отделение технических наук или техническое отделение Академии наук, и это отделение возглавлял Христианович. И вот сейчас оно так не называется, Но фактически, если говорить о задачах Академии, есть фундаментальные задачи – это физика и так далее. И вот Владимир Евгеньевич, во-первых, он говорил о том, что Путин подписал некоторый документ. Надо сказать, что крупнейший международный проект, который – это международное сотрудничество в власти физики высоких энергий, высоких полностей энергии, было подписано между Россией и Германией. Причем подписано было двумя людьми. Ангела Меркель, которая, как вы знаете, канцлер Германии, она по образованию физик. И она свой доклад по физике делала на семинаре у Владимира Евгеньевича. И поэтому, когда между немецкими, германскими физиками и российскими возникла идея создать международный центр, то они договорились, и Меркель сказала, что от Германии вложит 300 миллионов евро в этот проект, и она позвонит Путину, она так и сделала, позвонила, и Россия в лице Владимира Владимировича Путина выделила 60 миллионов евро. И вот на эти деньги существует в Германии международный центр. Сейчас этот центр возглавляет выпускник физтеха Шарков, Боричин, корреспондент Российской академии наук. Николай Николаевич его недавно даже встретил. И вот это пример того, что такие крупные деньги были вложены, и этот проект развивается. Поэтому большое сотрудничество... Дальше. Вот много очень говорилось там о Базоне Хиггса, о том, что это развивается там в Церне и так далее. Но есть российские проекты в Дубне, российские проекты в других местах планируемые. И это вот та фундаментальная наука, которой Владимир Евгеньевич занимается. Теперь по поводу прикладной задачи. Когда вот его избирали, значит, крупнейшие КБ, машиностроители, это КБ, которое связано с космической техникой, вот Митинков, потом подводные лодки. Все выступали, говорили, что из всех претендентов, конечно, к прикладной науке ближе всего Владимир Евгеньевич. Потому что он лично посетил все вот эти организации, с ними в ВКонтакте находятся. И они говорят, что он понимает те проблемы, которые вот занимаются прикладными науками. Теперь, что касается вот Зураб, задавал здесь вопрос о том, что как это внедряется. Но Владимир Евгеньевич не сказал, но в области энергетики, вот последнее соглашение, которое было подписано между крупнейшей энергетической компанией, федеральной сетевой компанией, три года назад, и Академия наук, и ИФТАН является головной организацией по этим проектам, вот было выполнено проектов энергетических на примерно полмиллиарда рублей. И что важно, в прошлом году, в октябре, была выставка, первый российский форум по энергетике, где вот Академия наук, и это примерно 80-90% разработок, которые ИФТАН сделал, под руководством Владимира Евгеньевича, мы выставили 25 тонн научного оборудования, мы выставили больше, чем выставили японские компании, Тошиба там и так далее. И современные решения, которые были предложены, они сейчас развиваются. Я могу назвать вот только два таких проекта, в которых физические основы были заложены. Ну вот все знают, что когда возникает короткое замыкание в квартире, то раньше были эти самые предохранители плавки, которые вот если ток превышен, короткое замыкание, то он перегорает. Так вот сейчас в мегаполисе, типа Москвы, например, или Петербурга, тоже существуют проводники, которые ограничивают ток. Только вместо проволочки, которая перегорает, там медный цилиндр диаметром 80 миллиметров, вот если он меньше, то он перегорит. Вот, и поэтому вот должен перегорать вот такой вот проводник. Но дело в том, что если он перегорит, то возникает дуга, возникает индуктивность. И все вы знаете, что период частота переменного тока 50 Гц, сообразите сразу, сколько это в секундах, это 20 миллисекунд, а 1 четвертый период это 5 миллисекунд. Поэтому разрыв тока при начале повышения тока должен произойти за 2-3 миллисекунды. Поэтому нужно было придумать такое устройство, которое за 2-3 миллисекунды прерывает эту цепь. И такая штука была сделана на основе большого количества экспериментов. Это идея Владимира Евгеньевича. Она стояла в том, что давайте мы возьмем коаксиальный цилиндр медный, а внутрь заложим взрывчатку, грамм 300 примерно. Поэтому это немного на самом деле, потому что есть установка сфера в Овтане, которая может выдержать большое количество взрывчаток, существенно больше. То есть это все является безопасным на самом деле. И поэтому если происходит информация, сигнал поступает о том, что ток начинает повышаться, возникает взрыв и проводник разрывается. Но дело в том, что время взрыва это микросекунды, а время индуктивное это миллисекунды. Поэтому удается быстро разорвать ток. И вот такое устройство, токограниченное устройство на 220 кВт на 100 кА, оно было разработано, создано в штатурском филиале Ифтана. И вот сейчас строится станция Каскадная в Москве, и там это внедряется. Это вот первый пример. Второй пример – это Валентин Пантелимонович Смирнов, академик, который построил пятую ангару в Курчатском институте, в филиале, и возникла проблема с молниезащитой. Оказывается, с истоками молний огромное количество потерь в народном хозяйстве, в Америке, в России существует. И поэтому есть две вещи. Когда прокладывается новая сеть, необходимо знать проводимость грунтов. Для этого нужно создать искусственную молнию. Так вот, искусственная молния была, вот Владимир Евгеньевичем инициирована, даже два типа было создано. Один на основе взрывного генератора, а второй на основе генератора импульсного напряжения. И это было сделано, то есть это мобильные системы, то есть на автомобиле система конденсаторов, которая дает энергия взрыва такова, там 4-5 мегаджолей энергия, и это происходит очень быстро, и это создается искусственная молния. Вот это те установки, крупные установки, но если посмотреть по виду, вот на выставке Абрит, вот вы видели парад Победы, да, вы видели там ракеты, которые были там, системные комплексы наземные, которые были выставлены. Вот это, значит, оборудование такого же размера, но оно мобильное, мобильное работает. И вот вопрос дальше. Машиностроение, вот вчера буквально приезжала, значит, делегация директора завода из Рыбинского завода, где современное машиностроение сейчас в России поднимается. То есть есть современный ЧПУ, есть все, и они предлагали, если Академия наук придумает что-то, то мы тогда это можем внедрять. И поэтому сейчас такая программа предполагается развиваться, Академия наук с промышленными предприятиями. Ну и можно было бы долго-долго говорить, но я хотел бы вот подытожить, сказать, что, конечно, в области физики плазмы, физики высоких плотностей энергии Владимир Евгеньевич специалист номер один и авторитет номер один в мире. Есть ряд премий, Бриджмена, например, и так далее, и самопрестительный. Он лауреат премии Эйнштейна, сами понимаете, лауреат премии Макса Планка. Вот, поэтому авторитет международный. Ну, вот если на этом сайте, который вот был разработан для совместа с Владимиром Евгеньевичем, вот там есть видео, и в видео есть выступление Нобелевского лауреата Жареса Ивановича Алферова, который говорит, что в России сейчас специалисты номер один с наиболее крупным международным авторитетом, конечно, это, безусловно, Владимир Евгеньевич Фортов. Вот я на этом хотел бы закончить и обратиться к вам с тем, что если у кого-то возникнут вот такого типа предложения новые, ну, почитайте программу. Если вы посмотрите, что-то вам не нравится, что-то не так, или нужно что-то добавить, то спасибо, мы с удовольствием все вас примем. Спасибо. Спасибо, Эдуард Евгеньевич. Ну, Эдуард Евгеньевич, так я понимаю, очень много сил и энергии вложил, так сказать, и вот в разработку этой программы. В этом смысле понятно, что коллектив работал. Я хотел бы, чтобы вот еще, так сказать, люди такого близкого окружения, Владимир Евгеньевич, здесь выступили. Вот академик наш, выпускник Александр Степанович Бугаев, заведующий кафедрой. Пожалуйста. Должен сказать, что Владимир Евгеньевич действительно яркий выпускник физтех, а о науке здесь говорилось много, о приложениях тоже. А я могу еще добавить, что, в общем, мы с Владимир Евгеньевичем прошли много миль под парусом вместе, и вот у моей жены есть такая высшая похвала, вот знаете, вот он настоящий мужик. Так вот я могу сказать, что Владимир Евгеньевич, он еще боец по жизни, да, он умеет держать удар, он умеет отстаивать свои позиции, он не гнется перед начальством, и, в общем, с ним можно идти в разведку, что очень важно. И мне представляется, что вот его четкая вот такая вот позиция поможет нашей российской науке действительно, значит, занять должное положение в нашем сегодняшнем мире, в нашей стране и помочь возрождению вот этих вот славных традиций, которые всегда были во все времена в России. Спасибо большое, Степанович. Если можно, Сергею Анатольевичу Калядину, генералу. Да, пожалуйста, с большим удовольствием. Давайте, Сергей Анатольевич. Ну, я не буду рассказывать про то, как мы знаем друг друга более, наверное, 25 лет, и сколько Владимир Евгеньевич сделал для вооруженных сил, для того, чтобы у нас были достаточно современные образцы, это и оружие на новых физических принципах. Это и разминирование в горячих точках, это и самолет пятого поколения, решение проблем незаметности. Ну, уж про энергетику я буду молчать. Ну, я тоже физтех, 77-го года выпуска. Я вот просто хотел бы заострить вопрос, который здесь поднял товарищ по поводу процента одного. Вы понимаете, Владимир Евгеньевич очень правильно ответил, что этот процент может много решить. Вот поверьте мне, что то, что сейчас происходит в плане технического перевооружения оборонно-промышленного комплекса, это большие деньги. И вот этот процент, который бы дал четкую экспертизу, а что перевооружать-то? Потому что нас, как говорится, перевооружать не поймешь что. А когда дадут четко ясно, что нужно сделать вот это, это и это, и здесь роль Академии наук очень большая. Поверьте мне, я, будучи председателем комиссии по самолетам пятого поколения, очень благодарен Академии наук за то, что она помогла выбрать правильные пути из того множества предложений, которые давали разные предприятия. И вот эта экспертиза очень важна, она хорошо отражена в этой программе. Второй момент, тоже очень важный, мы должны понимать, что этот процент, который отдается на науку, он маленький, но эффект может быть очень большой с точки зрения создания конкурентоспособной продукции. Помимо сырьевого крючка, мы же еще и не забывайте продаем оружие, и на большие суммы, это около 10 миллиардов долларов ежегодно. И на сегодня, как говорится, к сожалению, у нас технологии постепенно-постепенно начинают отставать. Если вы посмотрели телевидение назад, вы уже видели, что у американцев F-47 может садиться на палубу и взлетать без человека, и может лететь 3000 километров. Мы пока этого не можем достигнуть. Почему? Потому что нет технологии. А в основе технологии что должно быть? Именно заложены должны быть именно новые научные достижения. Вот пример, который Владимир Георгиевич привел по поводу ручки с подписью Путина. Если бы, говорится, мы сумели бы до конца это реализовать, но я имею в виду суперкомпьютер Эльбрус, мы бы сегодня решили многие проблемы. Поэтому то, что делается сейчас в части и Сколково, и Нанотехо, это пока начало. Нужно вот от Академии наук, от нового руководства, я надеюсь на то, что Владимир Георгиевич, как говорится, будет возглавлять Академию наук, найти механизмы именно взаимодействия. Академию наук, реальные механизмы для того, чтобы, говорится, приблизить эти достижения, эти, говорится, крупицы золотые, которые дают возможность и четко и ясно находить правильные пути перевооружения предприятия, а значит создание конкурентно способной продукции. Причем, в чем она заключается? Правильно перевооружить, говорится, производительность будет выше, цена, соответственно, говорится, подрастет. И второй момент, который я сказал о том, что если этот механизм будет найден, мы быстрее, быстрее будем тот отставание, которое сегодня есть, сокращать. Поэтому, Владимир Георгиевич, вам удачи. Спасибо. Так, пожалуйста, только я прошу концентрировано, коротко. Я попытаюсь не отнимать много времени. Моя фамилия Карабаджак, звать Георгий. Я закончил МФТИ в 80-м году. Да, в 80-м. Значит, работаю сейчас в ЦНИ машиностроения начальником комплекса изучения освоения космического пространства. ЦНИ машиностроения, кто не знает, это головной институт научно-исследовательский в системе Роскосмоса. Значит, мы когда узнали о таком собрании, о таком совещании, мы не знали ни о формате, ни о том, кто как будет выступать. И, к счастью, сейчас в руководство института процарапываются на руководящие должности в ФИСТИХе. Директор у нас, Паничкин Николай Георгиевич, тоже заканчивал МФТИ. Ряд его заместителей. Все, конечно, попытались. Ну как же, наш коллега, наш, так сказать, сокурсник, сотоварищ баллотируется в президенты. Надо ехать, поддерживать. К счастью, Паничкин не смог. Он находится настолько далеко, что выбрали меня, выразить, так сказать, все слова поддержки, все слова пожелания наиболее удачных, так сказать, выборов. Верьте, мы вас будем все время поддерживать. Мы считаем вас своим. Вот мы в институте, это официальное мнение, передаю нашей общественности научно, считаем вас своим кандидатом. Теперь от себя лично буквально несколько слов. В силу своей должностной обязанности я координирую научную программу на Международной космической станции. Я вам ответственно заявляю, что один из самых успешных, если не самый успешный эксперимент, или я бы сказал, это целая серия экспериментов на станции, это плазменный кристалл. Значит, идеологом и вдохновителем этой работы, эта работа по исследованию полевой плазмы в космических условиях, был и есть Владимир Евгеньевич Фортов. Удивительно, но для вас всех уже здесь не удивительно, для меня было удивительно, для моих коллег. Не секрет, что иногда в космических экспериментах руководящую должность или идеологическую дают какому-то человеку с именем и так далее. Но реально он там, его спросят, что он даже не в курсе, что там происходит. Это не так о Владимире Евгеньевиче. Он всегда сам рассказывает, что это и как, всегда сам популярно, грамотно, всем людям понятно, ясно, для чего это нужно. Поэтому эксперимент очень популярен. По индексу цитирования, по импакт-параметрам он очень высоко ценится. И самое главное, он до сих пор, я удивляюсь, как там можно при такой должности. Я его недавно видел в ЦУПе на последних сессиях, когда и в прошлом году было. То есть это идет онлайн, так сказать, сброс телеметрии, там сидит научная команда, анализирует. Это говорит о том, что научная составляющая в жизни у Владимира Евгеньевича, это немаловажная вещь, и здесь беспокоиться не надо. С другой стороны, организационный эксперимент страшно сложный. Страшно сложный. Надо сказать, что там дорогостоящая обстановка, она очень тяжелая. Надо было как-то договариваться, чтобы ее доставить на станцию. Ресурсы. Договариваться с международными партнерами. Заметьте, это международный эксперимент. Чтобы все шло хорошо и гладко. Здесь проявляются, конечно, организационные способности Владимира Евгеньевича. Это маленький пример, но это пример из моей личной жизни. Я, к счастью, имел возможность пересекаться с Владимиром Евгеньевичем по этой теме и по связанной с НКС теме несколько раз. У меня, в принципе, к нему вопросов нет. Достаточно один-два раза с ним поработать, когда и ты понимаешь, что это за человек. На самом деле, вот такое сочетание упорства, умение поставить вопрос, смелость взять на себя, ответственность решать какую-то проблему и отвечать за ее результаты, креативность. В одном человеке это редкое явление. Я не знаю других кандидатов, я, к сожалению, с ними просто не знаком. Но вот Владимир Евгеньевич из тех людей. И у меня, еще раз повторяю, лично нет вопросов, если он окажется президентом Академии наук, Академия наук заиграет по-новому, оживет как-то лучше. И я уверен, это будет для нее прогресс. Но у меня есть пожелание короткое. Значит, опять-таки, в силу своих должностных обязанностей я курирую проекты фундаментальных космических исследований, которые выдвигает Совет по космосу. Вот смотрите, какая ситуация интересная. Наши ученые все об этом говорили. Они хорошо работают, хорошо работают за рубежом. Нет, скажем так, серьезных космических проектов, где бы не были наши полезные нагрузки. На Curiosity стоит наш аппарат, наши приборы. На лунных лунниках тоже стоят наши приборы. Это с одной стороны. То есть, казалось бы, умеем. С другой стороны, все-таки какие-то средства у нас летают. Мы больше всех запускаем ракеты, то есть по пускам мы первые в мире. То есть, у нас все очень надежно. Прогрессы самые надежные носители. МКС во многом, половина там сделана нами и до сих пор эксплуатируется, тоже летает. Техника есть, наука есть. Почему нет фундаментальных космических исследований российских? Я не буду сейчас отнимать ваше время, пожелание такое. Я уверен, Вадим Евгеньевич в этом разберется, наверняка. И как-то уверен, поправит. Спасибо. Спасибо. Вы знаете, я у Вадима Евгеньевича спросил, значит, так, для справки индекс Хирша у него 42. Я думаю, что это уникальный результат первый. Нет, для вашей категории, академиков-секретарей, академиков. Ну да, вот математики там где-то может быть. Так, вы знаете, коллеги, очень быстро летит время, и у Вадима Евгеньевича напряженный график. И мы должны это как бы понимать. Но все-таки вот наше заседание, оно как-то неполное, потому что мы как-то немножко женщин проигнорировали. Поэтому вот Лена там поднимала руку. Я вот, давайте последний вопрос или выступление. Пожалуйста, Лена. Елена Павлюкова. Я выпускница факультета управления прикладной математики. Это 1982 год. Я с Владимиром Евгеньевичем познакомилась очень давно. Это был, наверное, примерно 1985 год. И потом так жизнь моя счастлива сложилась, что все-таки несколько раз мне довелось работать под его руководством в некоторых проектах. И, Владимир Евгеньевич, я хотела спросить вот о чем. Вот сейчас перед физтехом поставлена такая задача войти в топ-100 университетов. И, может быть, там, ну, не основным пунктом, конечно, но один из пунктов – это обмен студентами, и что иностранные студенты должны обучаться на физтехе. Вот европейских студентов, скажем, пригласить достаточно трудно на физтех. Но вот индийских студентов – это возможно. Тем более, что Индия как раз заинтересована в этом. И даже вот два года назад был подписан договор об обмене студентами между физтехом и Индийским институтом информационных технологий. То есть это, ну, вот как раз то направление, скажем, по которому как раз реально провести этот обмен студентами. Ну, вот анонсируется, как бы, ну, много лет, что вот Индия – наш стратегический партнер. И, ну, вот это сотрудничество между Индией и Россией в плане науки. Вот есть даже там программа межправительственная, да, но она с российской стороны, она всегда очень слабо финансировалась. То есть вот в программу включаются проекты, дальше индийская сторона получает деньги, российские ученые не получают денег. И как-то вот таким вот выдающимся руководителем этой программы был Горь Иванович Марчук. Он, собственно, ее и стартовал, и придумал, и вот он этим жил. И пока он был жив, и пока у него были силы, она развивалась, эта программа. Вот, к сожалению, все последующие руководители этой программы, при них, как бы, число проектов, ну, оно не увеличивалось, а только, может быть, реально-то даже сокращалось. И был только один всплеск, это когда вот вы стали со руководителем одной из секций, и когда мы провели, помните, в 2008 году такую большую конференцию, о которой, ну, Индия помнит до сих пор. Это была конференция по энергетике, и тогда это, может быть, был единственный раз, когда министерство хорошо профинансировало вот для Института Российской Академии Наук проведение там конференции. Вот, сейчас будет проводиться школа, как раз вот в рамках этого соглашения, что Фистех подписал с этим индийским институтом, летняя школа для индийских, она для разных слушателей, но будут приглашены индийские студенты, и это будет первая школа по высокопроизводительным вычислениям на английском языке. То есть вот так Фистех уже провел целую серию для студентов таких школ. Вот, ну, собственно, вопрос вот мой такой. Как вы считаете, это сотрудничество с Индией, оно действительно стратегическое? Вот нужно прикладывать усилия в этом направлении. Это перспективно? Будет ли это поддерживаться Академия Наук, может быть, да, вот как-то более широко? Потому что вот оно развивалось, там, Белосырковский Олег Михайлович, да, помните, мы покупали суперкомпьютеры в Индии, и вы тогда даже визировали как вице-президент контракт о покупке, да? То есть были годы, когда это было перспективно, когда это развивалось. Вот какие дальше на ближайшее время, вот ваше мнение, как это будет дальше развиваться и будет ли? Спасибо за вопрос. Вы знаете, действительно была очень интересная такая работа, вот, и она интересна тем, что, как бы, там шел взаимовыгодный обмен. Хард, софт, и получалось очень, значит, это самое, все дело гармонично. Ну, знаете, вот, как говорила Академия Харитон, которая вот сделала атомную водородную бомбу, у каждого дела должна быть фамилия, имя и отчество. Вот, когда был Горь Иванович, вот, это дело шло очень энергично и здорово. Потом стало идти похуже. Горь Иванович, к сожалению, вот, ушел от нас не так давно, вот, и мне кажется, что надо просто найти человека, который будет это крутить все. Но я убежден, что если такой человек появится, вот, это все дело можно возродить, и интерес к этому делу в Академии ног очень большой. Но надо вам найти, вот, какого-то лидера здесь. Да, ну, женщинам мы не можем отказать. Спасибо, Николаевич. Вы мне уже не первый раз предоставляете слово, я вам очень разговариваю. Владимир Евгеньевич, я хочу вернуться к важному вопросу, вопросу о том, как создаются ученые. С какого момента? Ну, не знаю, нельзя сказать, что с рождения, но с студенческой тканью уже да. Я с вами совершенно согласна, что, чтобы быть ученым и работать как ученый, надо работать всю неделю и каждые сутки, с утра. И, в общем, целые сутки. Это первое, что вы сказали, это первое, то, что надо от ученого. Второе, у него должны быть условия. И вот возьмем условия для студентов. У нас, конечно, очень хорошо, что в институте ежегодные конференции. Каждый студент, аспирант и другой научный работник может выступить со своим сообщением научным и все так далее. Но скажите, может ли студент жить на студенческую зарплату? Может ли аспирант заниматься столько, сколько ему надо научной работой, не работая где-нибудь еще? Ответ ясный. Поэтому к вам вопрос. Будете ли вы взаимодействовать с Министерством образования и науки, учитывая их отношение к Академии наук? А очень приятно, что у вас есть бойцовские качества, чтобы эту ситуацию как-то направить в правильном направлении. Конечно, хорошо, что наш президент что-то пообещал ученым. Но ведь ученого надо еще вырастить, чтобы он мог сам развиваться и полностью заниматься творческим трудом. Вот эти условия ему нужны. И когда я окончала институт, это было очень давно, когда еще было распределение, поступить в Институт Академии наук было очень престижно. Многие хотели. А сейчас наши аспиранты очень даже талантливые люди. Куда уходят? Сами знаете. Бизнес. И хотя бы, конечно, зарплата ученого не сравняется ни с бизнесменом, ни с чиновником. Но все же, если он будет получать достойную зарплату, плюс его любовь к творческой работе, этого будет достаточно. Второй вопрос к вам. Как вы видите развитие науки в учебных учреждениях? Ну, как бы вы предложили на физтехе строить, дальше развивать науку? Сейчас все-таки кое-какие условия начали создаваться получше, Владимир Николаевич, с тех пор, как мы стали национальный университет. И третий вопрос. Хотите ли вы как-то перестраивать научную работу в академических учреждениях, в академических институтах? Вот, большая вам благодарность, если вы ответите. И заканчиваю пожеланием вам успеха. Спасибо. Я постараюсь ответить. Значит, я начну с конца. Конечно, научная работа в академии НОК должна быть, с моей точки зрения, изменена радикально. По целому ряду направлений, вот мы уже поговорили про то, что должна быть изменена система управления. Вот эта бюрократия и неповоротливость, и почти преступное, так сказать, неумение вовремя, в срок выполнять свои прямые обязанности, вот, это, конечно, есть серьезная проблема, и она относится к тем проблемам, которые понятно, как решить. Ну, вы, наверное, знаете, что я в свое время приложил руку к РФФИ. Вот. И я энтузиаст этой системы. Вот. И я считаю, что в той же Академии НОК, мы сейчас о ней и говорим, хотя это шире, вот, и вузы, и прикладные институты, вот, они должны больше использовать конкурсные принципы финансирования. Не только конкурсные, но и конкурсы. Владимир Евгеньевич, первый председатель РФФИ у нас. Да, было дело. Было дело. Вот. И в этом смысле, конечно, вот, это одно из направлений. Вот. Очень важное направление – это обеспечение жильем и медицинским обслуживанием. Кто бы что ни говорил, но когда ведомственная медицина была уничтожена, вот, это, конечно, очень плохо. В Академии НОК она пока существует, но на нее все время пытаются наложить лапу разные люди, которые именуют себя креативными менеджерами или, там, другими паразитами из этой области. Вот. Теперь насчет зарплаты. Вот. Я считаю, что вот та зарплата, которую вы назвали, вот, это не зарплата, это унижение просто. И эта цифра должна быть увеличена кратно. Понимаете, это идеологический вопрос. Вот если вы внимательно слушаете за высказывания наших чиновников, они говорят, да, что, нормально, студент пусть ночью разгружает вагоны, а днем учится. Это хорошо, это правильно. С моей точки зрения, совершенно неправильно. Вот. Что я вынес из фистеха в свое время, это то, что день кормит год. Вот эти шесть лет, которые, вот, мы проучились все, вот, они фактически на всю оставшуюся траекторию дали очень хороший импульс. И очень многие вещи сегодня, вот, в моей науке, вот, когда я слышу, да, и начинаю разбираться, а нам это читали, мы это проходили. Вот, скажем, Гернштейн, например, вот, не знаю, учились вы у него или нет. Он прочитал великолепный курс квантовой механики. Просто великолепный. Вот. И... Он и сейчас читает. Он и сейчас читает. Ну, это здорово. Это... Ага. Вот я... Да. Понимаете? Вот. Во всяком случае, вот, разговорчики о том, что ничего, значит, пусть подрабатывают, вот, они неправильные разговоры. Это разговоры людей, которые не то что сами не понимают, что такое образование, наука, но и рядом не стояли около этого дела. Вот я бы так ответил. Я считаю, что вот мы должны перестать произносить слова о молодежи, а реально давать им возможность учиться 24 часа и 7 дней в неделю. Ну, вы знаете, я думаю, что уже, я думаю, да, надо нам, Владимир Евгеньевича, значит, поблагодарить за то, что он сюда приехал. Вы знаете, Владимир Евгеньевич, ну, здесь закон жанра такой, что расслабляться не надо до самого последнего момента. Нет, ну, с нами-то мы здесь, дружеская атмосфера. Вот это, как бы, важный очень аспект, но вы опытный политический боец, и вы это, безусловно, хорошо знаете. Ну, я думаю, что, вот, как бы, историческое событие, если мы все очень хотим, чтобы оно свершилось, когда вот первый физтех «бы» уже стал и первым у нас научным лицом в стране, не будем загадывать. Сейчас надо стучать по всем этим твердым предметам, Владимир Евгеньевич. Но вот эта аудитория вам искренне этого желает, и мы за вас болеем. Спасибо. Хорошо. Николай Николаевич, большое вам спасибо, дорогие друзья. Для меня очень важно встретиться вот с друзьями вот в этом для меня святом месте. Вот, и я очень благодарен вам за ту поддержку, которую я ощущаю и всегда буду ощущать со стороны физтеха. Спасибо всем.